Здравствуйте, дорогие родители, дорогие ученики! Мы вам расскажем про медалистов нашей страны, за всю историю участия нашей страны. Каждый год на Мировой Олимпиаде участвуют 23 ученика, то есть нашу страну представляет 23 ученика. 5 учеников по физике, 6 по математике, 4 по химии, 4 по информатике и 4 по биологии. Это самая последняя Олимпиада, то есть мировая Олимпиада, где участвуют до 100 стран. И в общем международных Олимпиад очень много, но это всеми признанная и как бы самая присиленная Олимпиада. И в этом году, в этом году из 23 учеников, только 4 ученика были из государственных школ. Все остальные ученики были из частных школ. Теперь, за всю историю было только одно золото. Это золото тоже, ученик тоже из частной школы. Серебряных медалей 8, 0 из государственных школ, бронзовых медалей 52, из государственных школ в районе 8. Плюс-минус 1, да, где-то в этом районе. Вот, нарисовали график. Каждый год участвуют 23 ученика. Тут медали нету. В 1996 году было 2 бронзы и 2 серебра. В этих годах ничего нету. В 2000 году 2 бронзы, 1 серебро. И вот так, график вверх-вниз, вверх-вниз. В 2019 году снова 4 бронзы. То есть, в 1996 году 4 бронзы, 4 медали, 3 бронзы, 2 серебра. В этом году тоже 4 бронзы. Как вы сами видите, тут никакого роста нету. Вверх-вниз, вверх-вниз. И, как мы уже сказали, то есть из государственных школ медалистов почти нет, да? Смотрите сами, только 8 медалей. Это бронзовые медали из государственных школ. Теперь, какие школы занимали места на международных олимпиадах? Это школа СИБАП, да? САПАТ, нынешний САПАТ. Но, как вы сами видите, САПАТ тоже не развивался на месте, да? Как бы, вот тут 4, и тут тоже 4. Почему? Почему? Поникает вопрос, почему? Потому что нету конкуренции внутри страны. Абсолютно нету, да? Я вот сам тоже выпускник САПАТа. Сам тоже работал преподавателем по физике СИБАТи. Вот в этих годах я готовил сборную САПАТ, да? В то время наши ученики, то есть мои ученики, занимали первые места на республиканской олимпиаде. От 1 до 12 места были все нашими учениками. Только один ученик был из 61 школы. В этих годах, вот, медалисты на международной олимпиаде, на мировой олимпиаде по физике. Одна бронза-то только по физике. В 2016 году бронза, тут 2 бронзы, 2 бронзы. В этом году снова нет медалей, да? Вот эти ученики, вот эти ученики, все СИБАТовские. Только один ученик, это Атай Добрынин из 61 школы. Но, как я уже сказал, в СИБАТе тоже развития нету. Почему? Потому что нету конкуренции внутри страны, да? Дальше. Многие родители, многие ученики, преподаватели тоже говорят, то, что они не видели, какие задачи, в жизни не видели, да? Такие сложные задачи, когда они приезжают на республиканскую олимпиаду, потом некоторые из них участвуют на отборочном туре и говорят, что задачи очень сложные, да? И надо отметить то, что задачи международной олимпиады, начиная с 90-го года, вышли за рамки школьной программы. Почему? Потому что это как гонка вооружений. Начиная с 50-х годов, все страны начали готовить своих учеников. И в итоге каждый год готовят, и каждый год дети становятся сильнее, чтобы выбрать самых сильных из них. Задачи усложнялись, усложнялись, усложнялись. И сейчас уже вышли за рамки школьной программы. Поэтому, чтобы выиграть медаль на мировой олимпиаде, нужно серьезно к этому готовиться. Не год, не два, а где-то три года, да? Я вот слышал то, что в Китае с первого класса готовят. Но это, конечно, байки, но тут есть доля правды, да? То есть китайцы к этому подходят очень серьезно. Даже казахи, вот наши соседи-братья, и в России то же самое. Ну, к этому относятся очень серьезно, да? Теперь многие ученики думают, что если ученик выиграл золотую медаль, это как бы абсолютно первое место по всему миру. Это не так, потому что на мировой олимпиаде и на олимпиадах в разных странах, к примеру, в России первое место могут занять несколько учеников, да? От 5 до 15, 20, да? И на мировой олимпиаде по физике в каждый год участвуют где-то 450 учеников. Из этих учеников в 2018 году 42 золотых медали было. 66 серебряных и 99 бронзовых медалей, да? Давайте еще поподробнее глянем. 2018 год. Абсолютно первое место это Китаец. Золото, 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 золото вниз. Двигаем, 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 двигаем. Отсюда начинается серебро. Дальше идем, дальше идем. Вот тут Кыргызстан. 13 бронза. До серебра не хватило одного балла. Чуть-чуть, и у нас было бы серебро, да? Последнее серебро. В общем, вот эта система, награждение 50% участников, это очень гуманная и очень справедливая система. Потому что баллы очень близкие, и если наградить только трех, то это остальных учеников мотивировать не будет, да? Другие готовиться не будут. Поэтому во всех развитых странах, во всех развитых странах, включая Казахстан тоже, они на 10 лет нас опережают. И у них точно такая же система. То есть награждает большое количество участников. К примеру, в Белоруссии. Белоруссия не такая уж и развитая страна. Население 8 миллионов где-то, ну чуть больше нас. Там, на Республиканской Олимпиаде, первых мест 5, вторых 15, третьих 25. А в нашей стране со всей республики съезжаются 36 учеников. Представляете, тут 45 призовых мест, а у нас на Республиканской Олимпиаде по одному предмету участвует 36 учеников. То есть масштаб какой большой. Да получается у нас только 3 призовых мест, у них 45 в 15 раз больше. В общем, чтобы поднять Олимпиадное движение, Олимпиаду в целом, и чтобы начать выигрывать золотые медали на международных Олимпиадах, нам нужна эта система. Вот, тут пример, ну не пример, а статистику. Пример привели в статистику Белоруссии, это по физике. 12 золотых медалей, это только по физике. У нас по всем предметам за всю историю части только одно золото. У них 12 золотых медалей только по физике. Теперь, наши братья, соседи казахи, у них 13 золотых медалей. То есть, насколько они нас опережают, да? Теперь, какие шаги должны быть предприняты, чтобы развить Олимпиаду и чтобы поднять уровень наших учеников, да? Нужно увеличить частоту соревнований. То есть, соревнований должно быть много. К примеру, в спорте, если спортсмен участвует на многих соревнованиях и участвует на сборах, то спортсмен растет, да? Без соревнований, без участия на сборах спортсмен растет не будет. Тут точно такая же система, да? Нужно увеличить количество участников Олимпиад, чтобы отдать лучших из лучших. То есть, участников должно быть много. Почему в нашей стране борьба сильная? Потому что борцов очень много, да? Нужно увеличить количество наград, как я говорил, если наградить только троих из ста, это не будет никакой мотивации. Это наоборот, будет участников демотивировать, да? Потому что 97 участников ничего не выигрывают. То же самое. Тут надо увеличить количество наград по международным стандартам. 50% участников должны быть награждены. Следующее. Нужно проводить выездные школы по регионам. Надо готовить преподавателей. Уровень региональных школ тоже надо поднимать. Как мы это можем сделать? Мы можем проводить интенсивные курсы. Десятдневные, пятидневные. Можно проводить онлайн курсы, да? То есть, регионы тоже надо поднимать. Следующее. Нужно проводить для самых одаренных ребят сборы во время каникул. Это очень важно. Потому что, когда ты попадаешь в конкурентную среду, и где много сильных ребят, то быстрее растешь, да? То есть, за 10 дней можно дать ученику то, что можно было бы дать за 6 месяцев, да? То есть, если на сборах будут самые одаренные, самые сильные со всей республики, за 10 дней можно много чего дать ученику. Дальше. Нужно приглашать тренеров-специалистов из России и Казахстана. Это самое главное. Это очень важно. Потому что Россия, даже Казахстан, они выше нас. Поэтому мы должны у них брать уроки, мы должны учиться у них, да? Это факт. Но мы это должны делать, чтобы развивать, развиваться. И самое последнее, самое главное. Надо готовить преподавателей. Надо поднимать уровень знаний наших преподавателей. Регионы надо поднимать, город тоже. Потому что в городе сильные школы есть, но многие школы слабые, да? Слабые. Теперь надо отметить то, что в России в сборную команду готовят несколько преподавателей, да? В нашей стране, ну, можно сказать, то, что этого абсолютно нет. Никто особо не готовит. К Олимпиадам относятся так символично. И готовят только сибатовские. И сибатовские тоже так непрофессионально готовят. Потому что в сибате команду готовят только один преподаватель, да? К примеру, в России, тут чисто, например, в физике, да? Один преподаватель преподает только механику. Второй – молекулярную физику, да? Третий – электричество, электромагнетизм. Четвертый – колебания волны. Пятый – оптику. Шестой – физика атома, атомного ядра. Один только эксперименты делает. И когда готовят команду, и когда один специалист, один преподаватель специализируется по одной теме, то он становится мастером, да? И эффект получается намного больше. Поэтому в дальнейшем мы тоже должны перейти к этой системе. Теперь о самом главном. В чем польза Олимпиады? У нас, в нашей стране, за последние 15 лет ОРТ стал очень популярным. И ОРТ как готовится? Вот, детей готовим ОРТ и говорим, давайте с осени начнем, сентября начнем готовить, чтобы получить выше 200 баллов, да? Ученики говорят, ага, зачем сейчас начинать? Может, начнем в январе, да? До января ничего делать не будем, в январе начнем. Потому что если мы сейчас начнем, мы потом забудем, да? До мая, до апреля, да? И это получается, как бы, летом ничего не делаешь, весной ничего не делаешь, потом осенью начинаешь как бы землю копать, да? То же самое. По идее, ученик ОРТ готовиться не должен. ОРТ – это тест, это экзамен, который определяет знания ученика, который получил в школе, да? Поэтому надо готовить учеников к Олимпиадам, чтобы они ОРТ сдали спокойно, да? Не готовясь. То есть, надо готовиться к высокому, чтобы сдать легкое, да? Вот. Из вас, которые участвовали на ОРТ, знают то, что уровень ОРТ не такой сложный. Например, уровень ОРТ по математике – это темы шестого, седьмого, восьмого класса, например. Там сложной математики абсолютно нет, да? Математика очень легкая. И, к примеру, по русскому, например, можно закончить две книги, две сэкомовские книги закончить и все. Можно потом только экзамен делать, можно и каждый был. То есть, можно заходить на пробный снова и снова, и можно выше двухсот получить, да? То есть, ОРТ – это легкий экзамен, да? Вот тут мы привели статистику олимпиадников. Как вы сами видите, тут биологи, математики, информатики, физики, химики, да? Вот эти ученики, вот эти ученики, КОРТ абсолютно не готовятся, и средний балл КОРТ у них 216. Половина из них получили золотые сертификаты. И половина из них поступили в загрангузы. То есть, олимпиада – это как бы метод обучения. Когда ученик усваивает один предмет очень хорошо, то другие предметы даются ему легко. Один преподаватель, когда тестировал своих учеников, он преподавал английский, проверял на знания математики. Он по английскому экзамене делал, только по математике. Потому что математика и языки взаимосвязаны, да? Ученик, который хорошо понимает математику, он и физику поймет, и химию поймет, и информатику, и так далее, да? А ученик, который хорошо знает физику, хорошо решает задачи по физике, тот и химию решит, и математику решит, да? То есть, все взаимосвязано, да? Поэтому надо готовить детей к олимпиадам. Надо начать с шестого класса. Сначала надо готовить только по математике, потом уже по пыльминтам. У нас, в нашей стране, почему нету хороших, сильных олимпиадников? Почему нету сильных специалистов? Потому что у нас наука слабая, да? Наука слабая. Отношение к этому тоже очень слабое, непрофессиональное. У нас нету золотых медалей, потому что в нашей стране нету пирамиды. То есть, чтобы были самые сильные, нужна пирамида. То есть, нужна критическая масса, чтобы отобрать самых сильных, чтобы отправить на мировую олимпиаду пять сильнейших учеников. Пирамида должна начинаться вот отсюда, с двух тысяч, да? Постепенно, постепенно. Количество должно уменьшаться. Но вот этих ребят надо готовить в следующем этапе, самых сильных отобрать. Еще готовить, отобрать, еще готовить. Вот так, вот так, вот так, да? И все вот эти ученики, которые вот тут останутся, они тоже получат пользу. Они могут, не поедут на мировую олимпиаду, да? Но у них физика, математика, точные предметы лучшие, знания у них лучше станут, да? На худой конец у них по ОРТ хорошие баллы будут. На худой конец они станут хорошими специалистами, да? К примеру, вот я сам тоже был олимпиадником, готовился на мировую олимпиаду, не поехал, не прошел. Но в дальнейшем я стал хорошим преподавателем, хорошо учился, инженер хорошо понимал, да? И так далее, да? То есть от этой системы в убытке никто не будет. К примеру, вот ученик готовился, готовился два года, готовился и не прошел, да? На мировую олимпиаду не поехал, но он два года, два года занимался, два года он развивался, и этот ученик не будет жалеть, ой, если бы я два года не занимался, играл бы, да? Почему я два года не играл в компьютерные игры, да? Никто же так не жалеет. То есть от этого в убытке никто не будет. Тут от этого получат все пользу, только пользу. То есть нашей стране нужна пирамида. И наша организация, вот, два года как работаем, полтора года, и готовили ребят с регионов, вот наши ребята, которые прошли на республиканскую олимпиаду, среди них есть те, которые места заняли, но этого очень мало, да? То есть, чтобы поднять уровень страны, надо поднять общую массу, да, то есть пирамиды. Поэтому мы пришли к такому выводу, вот, эти, на международных олимпиадах, один, два, то есть есть в КАД. Пришли к такому выводу, бюрократическая машина работает медленно, пока министерство образования республиканскую олимпиаду поменяет, количество участников увеличит, количество наград тоже увеличит, время проходит, и мы решили то, что можно все это делать на частной основе. План, ну, план спасения, такое, обучение, обучение, потом олимпиада, устраиваем олимпиаду онлайн, оффлайн каждый месяц. Каждый месяц будем устраивать олимпиаду, и разборы этих задач будут на ютюбе, рейтинг учеников, баллы, работы будут на сайте, и 50% этих учеников будем наградовать, и будем проводить сбор. То есть, все это можно делать на частной основе, повлекая сюда желающих, и повлекая меценатов, спонсоров для награждения учеников, да? То есть, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да? Мы все это можем делать сами. То есть, каждая школа может самостоятельно этим заниматься, могут, каждый месяц могут устраивать олимпиаду, и сейчас, слава богу, у нас народ не бедствует, много богатых людей, которые хотят вложиться в образование, их можно вовлекать, и, например, 10 школ могут собраться, устроить олимпиаду, и договориться, и каждый месяц будут устраивать олимпиаду, и награждать будут, ну, награждать будут, как бы, люди, у которых возможность есть, да? То есть, каждый может, каждый район может этим заниматься, да? Каждый район может поднимать уровень знания, там, своих учеников самостоятельно. Вот, у нас, в общем, наш план такой, да? И подытожим. В общем, в общем, надо работать, надо все это делать, и надо поднимать уровень нашей страны. Каждый человек, который болеет этим, тот должен объединяться с другими, и все мы вместе должны вкладывать в будущее нашей страны, да? Будущее наших детей, и образование – это самое главное, да? Спасибо.